здравствуйте дорогие братья и сестры на библейский портал экзегет пришел вопрос я бы хотелось чтобы меня после смерти отпили а потом кремировали возможно ли это вообще ответ на этот вопрос кроется в христианском библейском отношении к телесному составу человека человек в полноте это душа и тело без тела человек не полон когда мы умрем и пройдем этой дорогой по которой идет каждое человеческое существо на земле тело наше снова станет землей это будет на время воскресенье из мертвых тела наши воскреснут и мы снова с ними соединимся именно исходя из этого тело человека воспринимается в нашей вере как святыня как продолжение храма божьего вот обратите внимание в стихирах на отпевание человека которые идут после канона знаменитые стихи и написаны преподобным иоанном дамаскиным на смерть близкого ему человека на славы и ныне говорится так плачу и рыдаю когда помышляю о смерти и вижу во гробах лежащую по образу божию созданную нашу красоту безобразную бесславную не имущую вида о чудо вот иоанн дамаскин автор точного изложения православной веры это человек филигранно владеющий словом и любым богословским термином он не ошибается когда говорит что образ божий отпечатан в теле человека и теперь он безобразен и бесславен потому что он разрушается потому что душа отошла но это значит что тело человека по мысли этого великого богослова тело человека несет на себе образ божий как и душа человека именно поэтому тело человека образ айкони по-гречески, отсюда наше слово взято из греческого икона, это тоже икона Бога, как и весь человек. Поэтому отношение к нему благоговейное. Мы выполняем то, что о теле человека после смерти сказал Господь. Земля и си, и в землю от идише. Поэтому мы погребаем человеческое тело в вере, что рано или поздно, оно восстанет, и земля снова станет плотью человека, и человек соединится. Это не значит, что для Господа невозможно воскресить человека кремированного. Конечно, возможно, это не является препятствием. Он каждого из нас сотворил из двух клеток, а весь мир вообще сотворил из ничего. Так вот, здесь скорее ошибка является отношением на самого человека. Тем более, что в традиции нашей страны, кремация в 20-е и 30-е годы прошлого века противопоставлялась церковному отпеванию. Так и называлось атеистическое отпевание. И было очень много разговоров о том, что вот мы не боимся вечного огня, в котором пропадает человек, вопреки заблуждениям и суевириям православных христиан. Поэтому в церковном сообществе отношение кремации всегда было сугубо отрицательно. Но повторюсь, это не является препятствием для всеобщего и тем более частного воскресения. Наверное, самому хотеть этого не надо, но иногда бывает так, что у человека просто нет средств купить место на кладбище. Все, что связано с погребением человека стоит настолько дорого в нашей стране, что если нет каких-то отложенных на это средств, а раньше погребальные деньги сами люди копили для себя, то это сделать иногда бывает невозможно. Но хотеть кремации, наверное, не стоит. Наверное, в этом есть согласие на сопротивлению тому повелению Божию, которое я сегодня уже упомянул. Земля и си, и в землю отойдешь.